В одной маленькой-маленькой стране Как же я сразу не догадалась, старичок, это туз Принцы, 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 принцы Один день, как китайская роза В моей смерти сам видоват Служу Советскому Союзу Спасибо, дядя Случилось чего? Или поймали кого? А почему спасатели не идут? Я об этом не подумал Когда шрам гуляет, у него душа наружу рвется Все, все, не могу больше бросать Бросай меня булочкой! Не могу! Отставить! Не могу, мать твою! Ты же дешен! Не могу! Не могу наручники отстегнуть! Зажигалку, зажигалку быстрее! Старичка, надо! Нет, нет! Наверное, в отделении оставил! Ай, ромалы, ромалы! Войди-ка, пара, мопедский ноги! Напускайся сюда к нам, отец! И убери ты эту решетку к чертовой матери, старичок! Что есть чертовой матери? Шрам! В критические минуты даже слабый ум способен поверить в чудо Поэтому на этот раз Воткин молниеносно оценил ситуацию Отставить! Отставить решетку, старичок! Что есть? Оставить решетку! То один загадать, то другой загадать Я не понимаю, как это называется Надо по очерду, по очереди надо Ну, все! Ах! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Шрам! Ты отделение в копах рунатину? Ах! Ну тебе, конечно! Ах! Этого сержанта! А пусть он тоже, как цыганка, танцует! Старичок! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Зажигалку сюда! Быстро! Учтись, Рам, я стрелять буду! Так, очистили помещение! А ну, козов, вниз! Дай сюда зажиганку! Дай сюда! Где Петров? Если с ним хоть что-то случилось, я тебя тут же прям кончу! Прям здесь! Ты понял меня, шрам? Ключи! Ключи! Сейчас! Я тебя отстегну, булочка! Отбегался, шрам! Посидишь теперь! Ты шрам на самое святое посягнул! Ты из отделения кабак сделал! Значит так, старичок! Убрать это всё! Бегом! Извините, пожалуйста! Ты очень сердитый полистанец! Понимать, понимать! Зачем кричать? Это не есть хорошо! Ну, старичок! Ну, старичок! Ну, старичок! Ну, старичок! Я сказал убрать всё! Всё убрать, сказал тебе! Если ты не хочешь танцевать, как из тиганка, зачем кричать? Понимать, вспомнить! Так, а теперь Петрова сюда! Немедленно! И не дай бог, старичок, если ты с ним что не так сделал! Живым и здоровым! Выполнять! Понимать, вспомнить! Понимать, вспомнить! Don't be nervous! Ну, всё! Наручники-то вроде отстегнул! А? Прощай! Умочка! Умочка! Вы же... Часы отстегнули! А? Аааа! Как правило, люди падают в обморок, не разобравшись во всём до конца. Иначе и Лиза, и Блин увидели бы, что долетев до уровня четвёртого этажа самоубийцы исчезли. Товарищ лейтенант! Воткин! Сан Саныч! Что ты тут делаешь? Вы и вы! Товарищ Петров! Воткин! Сан Саныч! Сынок! По-моему, это не рай. Булочка-то где? Нету булочки. Блин! Ну, слава Богу, а! Я вас обыскался! Ты видел? Ужасно! Просто ужасно! Ой, просто ужасно! Мне эта, тут женщина, старушка из этого дома рассказывала, эта, которая прыгнула, она, значит, крутила давно с милиционером, а муж развода не давал, и они, как настоящие Ромео и Джульетта, себя наручниками и вниз! И кончено! Просто Шекспир! Слушай, а ты тут? Я вижу, ты времени даром не терял, а, блин? Да нас что-то... А булочка? Булочка-то где? Нету булочки. Разрешите доложить обстановку? Разрешу. Особо опасный рецидивист по кличке Шрам обезврежен. Так. У преступника изъята зажигалка, жёлтая волшебная, одна штука. Так. И предупреждена попытка глумления над святым, посредством применения зажигалки жёлтой волшебной. Так. Попытка предупреждена. Какого глумления? Над каким святым? Да здесь шрам из пользы старичка, ну, гражданина проживающего в зажигалке жёлтой волшебной. Тут такое устроил, товарищ лейтенант! Так, старичок, говоришь? Старичок? Айна кляйна, нетто брутто, твою мать! Так вы уже знаете? Я опер, Водкин. Опер. И я понимаю, что за любую вещицу на моём столе иной бандит отдаст всё, что хочешь. В то время как некоторые несознательные оперативники, несмотря на все мои приказы, разбрасывают улики, где попало. Сдать зажигалку немедленно! Отставить слюноотделение в отделении. А вот за проявленную оперативную смекалку в ходе задержания опасного рецидивиста шрама объявляю благодарность. Неплохо поработал, сынок. Да я за вас, товарищ лейтенант! Да я... Значит, шрам, говоришь, да? Так точно, шрам! Ну-ка, Водкин, давай его сюда, разберёмся. Есть! Посмотрим на эту птицу. Товарищ Петров, мне бы насчёт старичка переговорить с вами. Погоди, булочка, разберёмся. Что ты машешь? Что ты дуешь и машешь? Что ты дуешь и машешь? Ну, я не знаю. Обычно это, там, зелёнкой или... Какая зелёнка? Айболит. Что у неё? Аппендицит, что ли, зелёнка? Она в обмороке, в глубоком. Создание, видишь, никакого у неё нет сейчас. Значит так, сейчас будем мерить пульс. Угу. Ну так и мерей, на руке! Господи, ну что ты ориешь, а? На руке, блин! Ну, слышно? Сейчас слышно. Вот не слышно. Вообще, знаешь, вообще, плохо прослушивается. Нет, по руке не годится по руке. Дай-ка я пощупаю! Да не надо щупать, что-то чупать-то! Человека мы теряем, воду чупать будет. Надо срочные меры какие-то принимать. Сейчас я буду делать искусственное дыхание. Отвернись. Вы кто? Мы. Врачи. Это вот известнейший доктор Шнирсо. Да, а я тоже известнейший доктор. Я спас вас. Да. У вас, знаете, сердце остановилось, и вы три минуты просто были не с нами. Да. Сонус литаргиус. Вы должны были видеть длинный светлый коридор. Скажите, вы его видели? Нет, не видела. Значит так, вы можете смело отпускать реанимацию, а я пока отвезу пациентку. Заканчивай, Бобчик! Девушка, тут такая ситуация. Мы нашего друга ждали, а вы в это время потеряли сознание. А друг наш, она такая высокая, тёмненькая. Это он, высокий, тёмненький. Ну да, мужчина. Такая высокая, тёмненькая, но булочка. Так вы что, ничего не знаете? А если вы имеете в виду то, что мы не знаем вашего имени, то позвольте представиться. Вы не знаете, что случилось? А, это вы про тех, которые с крыши? Вы что, не знаете, кто она была? Девушка. С милиционером. Это же булочка. Булочка? Товарищ Петров, я вас умоляю. Ну, погоди, разберёмся. Ты кого толкнул? Тебя. Так. Ну, здравствуй, Шрам. Сохраняю молчание, начальник, имею право. Право ты имеешь, это ты правильно говоришь. Но могу напомнить тебе твои обязанности. Да ладно, чё ты можешь, лейтенант? Кто ты, а кто я? За мной такие люди, а я тебе присесть придётся, когда я их называть буду. А ты покойница. Шрама в коротышку, всё тебе конец. Так. Что я могу, говоришь? Могу шлёпнуть тебя при попытке к бегству. А могу сделать так, что последняя собака будет гавкать, что шрам стукач. И тогда те самые люди, отставить большие люди, сами тебя шлёпнут. Ты вот думаешь, почему они тебя мне, Петрову, сдали? Да потому что знают, что Петров честный опер. Что Петрова нельзя купить. Сидят сейчас твои большие дружки на больших широких диванах. И пьют... Этот... Как его? Портвинь! Ты... Товарищ Петров, я вас очень прошу. Ну, вы же обещали. Ну, я больше не могу. Ну, я хочу сбросить себе всё это, наконец! Так... Шрам, значит, ты тут посиди, значит, подумай, а я с гражданкой отставить гражданином... Пойду поговорю. Проходите, гражданочка. Давай! Нормально вы, ребята, тут развлекаетесь. А-а-а! Да, слушаю. Ты хочешь сказать, что блин проявился? Да говори ты нормально, утконос! То избери вместе с этим клоуном Вовочкой, телезвездой. Ну всё. Говори адрес. Плохая девочка спешит на вечеринку. Ха-ха! Выложите, пожалуйста, все металлические предметы. Простите за доставленные неудобства. Простите, что у вас здесь металлическое? Сердце. Ну, только одно желание. Я понятно изъясняюсь? А то устроили тут, понимаешь, лавочку. Зажигайте, пожалуйста. О! Здорово, отец! Гуденавль. Ты загадай, я исполняюсь. В общем, только одно желание. И без фокусов. И готовься. Потом серьёзным делом займёмся. Что я серьёзный? Здравствуйте. Здравствуйте. О, фрау. Здравствуйте. М-м-м. Это фантастище. Мне бы опять самим собой. Самим собой? Что есть самим собой? Ты не хочешь бить вас? Ты не хочешь бить деньги? Ты не хочешь бить булочка? Ты сидишь на помойке? Нет, постойте. Только одно желание. Да. Есть одна девушка. Хотя нет, нет. Ну, словом, она сказала, океан, Париж, принцы. А любви ей не надо, хотя для меня тогда уже всё не имеет смысла. Ну, словом, пусть будет так, как она хочет. Только такой безнадёжный романтик, как булочка, мог забыть о том, что жертвенность любви уже вышла из моды. Впрочем, когда любят, забывают обо всём. Даже о себе. Ты хочешь желание цветочной? Её желание? Её настоящее желание? Её желание? Есть твоё желание? Очень хорошая человек. Ты есть настоящий человек. Ну, ты дурак, булочка! Ты дурак! Хотя... Цветочка, как китайская рознь. Понимать, исполнить. Ну... Ну, в общем, всё, старичок. Я тебя сам вызову. Ну, как же ты мог оставить её, то есть его, в таком состоянии одного? Да. Это я виноват. Не уберёг. Нет, это я во всём виновата. Бедный булочек. Куда она делась? Да. Да. С чем? Всё. Ну... Надо ж, сколько снов в одной ноте. Ты меня правда любишь, как я закатала? Ничего не понимаю. Но я не принц. Нет, ты принц. Ты мой принц. Я тебя знаю, ты около метро книжки продаешь. Но это не Париж? И точно не остров? Ничего не понимаю. В Париже всякое такое, это другое желание, не настоящее. А это настоящее, про китайскую розу. Так чудно, я боюсь проснуться. Ничего не понимаю. Поцелуй меня. Это какая-то ошибка. Я не могу прости, но это не сон. Ты должна знать, это не сон. Нет, это сон. Нет, не сон. Сон. Я не знаю. Ну, щипни себя. Отойдите, отойдите, отойдите от меня. Если вы меня тронетесь, я позову милицию. Слышь, Лин, сдается мне, что это наш старичок. Да ты чё? Это элементарно. Тут думать надо. Так мы же старичка сожгли. Ну, в смысле, Бенгарфин и... Тихо, тихо. Слушай, выходит, он переселился. Тихо, тихо, тихо. Я чувствую, как у меня из одной извилины в другую уже перетекает и бежит гениальная мысль. Вот она уже близко. Ещё мгновение, и она будет здесь. Не успеет. Так на чём мы остановились? Короче, сказочник. Ты чё, хочешь сказать, что меня сдали? Так вот, я тебе так скажу. Кабы не этот старичок, видали бы вы меня тут. Ты чё, думаешь, Рам, дурак? Шрам не дурак. Ты спроси вот эту... Булочку? Булочку. Ты спроси вот эту булочку, пока она живая. Как она своим другом блином и ещё каким-то клоуном на меня старичка натравила, кабы не старичок, был бы я тут. Ну, булочка, покрашу я тебя в мелкую крошечку. Опер знал, что у Шрама были проблемы с головой. И сейчас оперативная смекалка подсказывала Петрову, что этим не только можно, но даже нужно воспользоваться. Это булочка вовсе не булочка, а оперуполномоченный, блестяще выполнивший поставленную перед ним задачу. В операции участвовали, как ты Шрам правильно заметил, ещё несколько наших опытных сотрудников. Старичок? Мент? Старичок не опер, я точно знаю. Старичок не опер, старичок. Старичок суперагент той организации, о которой не принято говорить. БСФ? БСФшник? А как же он зажигалку-то? Контрацептивно-симуляторное воздействие психотронного типа. Проще говоря, галлюциногенка. Правильно, Водкин? Обычное дело. Так что посиди там и подумай. Вот так подъём. А? Ажелика, это всё недоразумение. Господи, неужели я себе позволил, а? Послушай меня, я, ты знаешь что, я когда выпью, я ничего не помню. Вообще, а ты правильно всё неправильно поняла. Но я могу жениться, это элементарно. Было бы глупо убивать курицу, которая несёт тебе золотые яйца. Мне сказали, что у тебя высокий рейтинг, а это уже мой бизнес, да, бизончик? Хороших телеведущих очень мало, это правда. Я и этот как его, ну этот, ну... Да заткнись ты. Ну здравствуй, блин. Если у хорошего человека всегда есть что-то, за что он готов умереть, то у Анжелики Форс всегда находилось то, за что она готова была убить. Я волновалась перед встречей, а ты? Анжелика, он тоже может нести золотые яйца, ещё какие, знаешь? Я чё-то не понял. Вы, про какие яйца-то? Ну что ж, Рам, надумал? Но если она сдала меня вам тогда, когда мне блина заказывала, то почему же вы не взяли меня тогда? Когда тогда? Тогда, когда я был в Злачном переулке. Зачем карликом сделали? Это было её условие. Она попросила уменьшить тебя. И на мой вопрос, зачем? Рассмеялась и сказала, ну, может быть, хоть тогда он станет меньшим. Идиотом. Анжелика так сказала? Тогда садись, Петров. Пиши. Молодец. Ты решил, что надо мной можно посмеяться? Решил. С тактильмагнатом. Я крутой парень, подумал ты. Почему бы мне не отобрать у этой девочки её кусочек праздничного торта? Но девочка взяла пистолетик и... Какая девочка? Никакой девочки я не обижал. А что касается торта, ну так съел кусочек, так что же тебя за это убивать, что ли? А насчёт телемагната я скажу так. Старичок меня назначил. Вот вы с ним и разбираетесь. И с ним разберёмся. Только ты, блин, этого уже не застанешь. Ух ты! И это куда-то делать, а, блин? Ну а вы что? Сами исчезнете или вам помочь? Я ничего не понимаю. Не двигаться! Медленно положите пистолет на пол и сделайте шаг назад. Медленно положите пистолет. Медленно положите пистолет на пол